Всем привет! Здравствуйте! С вами Лера. Добро пожаловать на канал. И сегодня мы с вами посмотрим рабочую тетрадь по русскому языку. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Кто не прожал лайк, обязательно прожимайте. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. Ну а мы с вами начинаем. Сегодня мы будем говорить о предложениях с прямой речью. Вообще поговорим, что такое прямая речь. Работа как будто бы небольшая, но мы очень много говорили устно. Очень много говорили устно. Постараюсь вас сегодня особо не, знаете, так не нагружать вас. Вот, чтобы по-слуховому, как это по-русски сказать. В общем, постараюсь вас не особо нагружать своей речью. Вот, несмотря на то, что мы с вами говорим о прямой речи. Вот эта вот страничка вот так загибается. Мы вот так вот ее чуть-чуть как будто бы сделаем. И вам незаметно, что я что-то сделала, а мне поспокойнее. Итак, напишите в комментариях, какой сегодня урок был у вас. Вообще, как у вас сегодня прошел день. Обязательно оставляйте комментарии, потому что я читаю каждый из ваших комментариев. А мы с вами потихонечку начинаем. Что-то я вытянула прям какую-то хорошую тетрадочку. Нам прям везет. Надеюсь, сегодня будет все такое хорошее. Итак, что же такое прямая речь? Для начала мы читаем данное стихотворение. Угадайте, кого? Правильно. Александра Сергеевича Пушкина. Приплыла к нему рыбка, спросила, чего тебе надобно, старча? Да? Мы с вами что прочитали? Предложение с прямой речью. В нем две части. Да? Вам это не очевидно? Но я вам говорю, что это у нас одно предложение, но в нем две части. Угадайте, какие? Ну-ка, здравствуйте, что такое? Угадайте, какие две части? Правильно. Первая часть – это слова автора. Слова того, кто сообщает о чем-либо. Приплыла к нему рыбка, спросила. Это слова автора. А вот вторая часть – это прямая речь. Речь того, кто ее произносит. Рыбка произносит. Чего тебе надобно, старча? Да? Вот в предложении «чего тебе надобно, старча» – это предложение прямой речи. Кому принадлежит выделенная в предложении прямая речь? Кому? Правильно. Рыбке она принадлежит. Да? Надо было прочитать ее так, как подсказывает знак в конце предложения. У нас с вами какой знак в конце предложения? Выпросительный. Значит, и по интонации предложение должно быть какое? Выпросительное. Чего тебе надобно, старча? Она спрашивает. Ну, теперь давайте посмотрим на грамматику. «Приплыла к нему рыбка, запятая, спросила, двоеточие, чего тебе надобно, старча?» Знак вопроса, кавычки, закрывается. Ну, кавычки, конечно, жучары еще те. Кавычки, конечно, жуки-пауки. Ну, ничего страшного, здесь вот неплохо. Здесь неплохо получилось, а во всем остальном что-то жуки-пауки какие-то. Ну, ничего, нормально. Нормально, нормально, нормально. Так, еще раз. Прямая речь – это слова какого-либо лица, передаваемые без изменения. Да? Прямая речь, она сопровождается словами автора обязательно. Прямая речь может состоять из одного или из нескольких предложений. Ну, допустим, например, опять предложение из правила по русскому языку. Митя прибежал к отцу и говорит – это слова автора, да, того, кто сообщает о чем-либо. А вот дальше уже идет прямая речь. Митя что говорит? «Что за прелесть весна! Я бы желал, чтобы все весна была». Чтобы все весна была. Вот ему нравится весна, он хочет, чтобы все была весна. Понимаем, да? Хорошо. Едем дальше. Следующее упражнение. Следующее упражнение у нас с вами упражнение 58-ое. Нам нужно прочитать строки из сказки «Конек-Горбунок». Кто написал «Конек-Горбунок»? Правильно, Ершов. Читаем. На другой день, утром рано, разбудил, разбудил, конек Ивана, двоеточие. Кавычки открываются. Эй, хозяин, полно спать, время службу исполнять. Правильно, хорошо, все, кавычки закрываются, ставится точка. Вот обратите внимание, что знак припинания у нас с вами касательно точки. Это за кавычками. Точка за кавычками. Восклицательный, выпросительный. Он в кавычках. Да? Вот если бы здесь стояли кавычки, они бы закрывали восклицательный знак. А так, как у нас с вами стоит точка, она должна стоять за кавычками. Ну, в принципе, это не критично, бог с ним. Да? Все, хорошо. Нам нужно найти в предложении слова автора и прямую речь. Где здесь слова автора? На другой день, утром, рано, разбудил, конек, Ивана. Вот это слова автора. Да? Как мы их различили? Ну, потому что после них стоит двоеточие, а прямая речь у нас всегда в кавычках. Да? Всегда в кавычках. Ну, в общем, нужно это было списать. Мы это списали. Давайте еще раз посмотрим. На другой день, утром, рано, разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время службу исполнять. Все хорошо. Видите? Ну, то есть, это вот я вам быстренько-быстренько все это проговариваю. А на уроке мы все это очень долго размусоливали. Мы все это очень долго рассуждали. Ни одного, что ребенка спросишь, ты спросишь нескольких. Поэтому, я и говорю, сегодня была очень большая устная работа. Дальше мы работали по памятке. Я вам ее не покажу, потому что она в кадр просто-напросто не влезет. Нам нужно посмотреть, было на памятку. В памятке говорится о знаках припинания в предложениях с прямой речью после слов автора. Вот если слова автора стоят перед прямой речью, то после слов автора ставится двоеточие. А прямая речь всегда заключается в кавычки. Вот каждое предложение в прямой речь пишется за главные буквы. В конце предложения ставится тот знак, который нужен по цели высказывания и по интонации этого предложения. Например, либо точка, либо восклицательный знак, либо вопросительный знак. Дальше нам были приведены схемы данные. Мы с вами сейчас посмотрим их. Это вот они, такие схемки. Они, правда, еще в обрамлении, но мы не стали этого делать. То есть, в схемах буквы А обозначены слова автора, а буквой П обозначена как раз-таки прямая речь. Да? Да? Все. Мы идем сюда, и чтобы я вам еще более конкретно все это разъяснила и объяснила. Итак, смотрите, упражнение 60. У нас с вами есть строки из сказки. Какой? Сразу ставите на паузу и идете проверять. Федорина горе. Совершенно верно. И чайник сказал утюгу, двоеточие, кавычки открываются, я дальше идти не могу. Вот здесь схема какая подходит? Автор, да, двоеточие, затем прямая речь. Видите, точка стоит после. Видите? Вот она, вот она. Это подходит схема. И заплакали блюдца, двоеточие, не лучше бы вернуться, что сделать мягкий знак, вопросительный знак. Да? Схема какая подходит? Правильно, данная. И последняя. И зарыдало корыто. Только не корыто, а корыто. Удивительно, что у нас тут так хорошо начали. Ну, одна небольшая ошибочка, это не страшно. Корыто, двоеточие. Увы, запятая. Я разбита, запятая. Разбита. А здесь схемки-то нет. А здесь схемки-то нет. У нас здесь какая должна быть схема? Слова автора, да? Слова автора, двоеточие. Затем у нас с вами кавычки открываются. Затем у нас с вами идет прямая речь. И затем у нас с вами стоит восклицательный знак. И кавычки закрываются. Вот такая вот у нас должна получиться схема. Мне не очень удобно, поэтому, возможно, это не очень аккуратно. Но я думаю, что из 25 тетрадей, если в одной будет запятая не очень аккуратная, то я думаю, что Бог меня за это простит. И никто на это особого внимания не обратит. Все. Ну, небольшой недочет есть. А так, в принципе, все хорошо. Нам нужно было найти, опять, четыре, представляете, четыре точки, то есть подзадания в этом упражнении. То есть найти к каждому предложению слова автора и прямую речь, прочитать каждое предложение с правильной интонацией, объяснить расстановку припинания в каждом предложении, соотнести предложение и схему предложений с прямой речью, какая схема к какому предложению подходит, списать предложение, проверить себя, нарисовать схему этого предложения. То есть мы с вами смотрим по факту. Да? Я вот что могу, вам расскажу. Иначе мы тут с вами будем одну тетрадку 45 минут разбирать. Если вот прям-прям-прям-прям, да, все. Но мы с вами понимаем, где были слова автора, мы с вами понимаем, где была прямая речь, Мы с вами понимаем, почему схемы были подобраны так или иначе, да? Но ничего, я думаю, что это не последняя тетрадка, которую мы проверим. Там, если что, я еще дополню свое объяснение. Дальше упражнение 61. Нам нужно прочитать и определить основную мысль текста. Читаем. Читаем сначала без грамматических. Я, может, сразу за грамматическими. Старик сажал яблони. Ему сказали, с кавычки открываются, Зачем тебе эти яблони? Дано. Почему дано? Или это долго? А, это долго. А мне как будто дано. Видно, да? Как будто бы дано. Нет, написано долго. Но все равно стоит, мне кажется, обратить на это внимание. Долго ждать этих яблонь плода. Запятая. И ты не съешь с них яблочко. Кавычки закрываются, точка. Старик сказал, двоеточие, кавычки открываются. Я не съем, запятая. Другие съедят. Угу. Запятая. Мне спасибо скажут. Все, точка. Хорошо. Замечательно. Прекрасно. Объяснить. А, основная мысль. Да? Ну, какая здесь основная мысль? Напишите в комментариях, если вдруг вы хотите немного интерактива. Человеку важно делать что-то для кого-то. То есть, человек не должен проживать только эгоистичную жизнь. Человек не должен думать только о себе. Хотя все это индивидуально. Если вы хотите жить ради себя, для себя, Бога ради, только другим не вредите, да? Если вы хотите... Ну, это в натуре человека. Мы все-таки... Нам важно делать что-то хорошее. Мы чувствуем себя хорошо от того, что дарим другим людям, да? Какие-то вот радости, возможности, какие-то позитивные, положительные эмоции. Даже когда мы за это ни денег не получаем, ни спасибо не получаем. Вот я человек, который любит дарить подарки, любит дарить эмоции. Мне не важно абсолютно. Вот я, это как говорится, рубаха парень. Только не рубаха парень, а рубаха женщина. Я вот последнее могу отдать. Вот все, что хочешь. Давай, главное, чтобы вот... Вижу, что нуждаешься, значит, мы идем в эту заварушку. Поэтому, то есть, человеку очень важно обмениваться позитивными, положительными эмоциями. Ну, ладно, мы с вами тут уже разболтались. Итак, смотрим дальше. Объясни, как найти в тексте предложение с прямой речью после слова автора. Так, а не в кавычках, да? Прочитайте это предложение с правильной интонацией. С какой правильной интонацией? Какой знак в конце стоит, такая будет интонация. Зачем тебе эти яблони? Долго ждать с них, с этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблочко. Я не съем, другие съедят. Мне спасибо скажут, да? Опять расстановку двоеточия объясняем, почему. Потому что слова автора стоят перед прямой речью. То есть, когда слова автора стоят перед прямой речью, всегда ставится двоеточие, а прямая речь заключается в кавычке. Опять же, мы все это с вами запоминаем, знаем, пользуемся, используем, да? Ну, здесь работа, видите, очень много устно работали, поэтому такая вот, как будто бы небольшая, как будто бы большая. Ну, ладно, небольшая, конечно же. Здесь у нас с вами есть одна грамматическая ошибка, и есть вот один недочет, не записали схему, да, у прямой речи. Но я думаю, что это не критично, поставим пятерку с небольшим минусом, это не страшно. И за внешний вид поставим четыре, потому что вот эти вот жуки, я не понимаю, зачем эти жуки были сделаны. И вот здесь, и вот, ну, где вот на страничке, да, здесь вот тоже жуки-пауки. Не знаю, зачем это было сделано, но непосредственно это не критично. Это не критично, все хорошо, поэтому четверочку поставим. В комментариях недавно прочитала вчера о том, что зачем вы ставите оценки за внешний вид, вы портите детям оценки. Дорогие мои, это не я придумала и не я решаю. Вот в моей школе положено ставить оценки за внешний вид. Вот они не идут никуда, это просто оценка для ученика, чтобы он понял, ага, ну, может быть, я где-то вот, да, нужно исправиться, писать там красиво, еще что-то. То есть это просто объективная оценка, ну, субъективная, как хочешь, почерка и, в принципе, прилежности, да, поэтому вот таким вот образом. Домашняя работа у нас с вами звучит как, значит, нам нужно прочитать и какие знаки припинания пропущены в каждом предложении, объяснить свой ответ. Я вам скажу, какие знаки припинания здесь ребенок вставил и вставил ли он их вообще. Нам нужно списать правильно, расставляя знаки припинания, проверить себя, соответственно, подчеркнуть в предложениях обращения и прочитать предложение с правильной интонацией, конечно же, да. Поэтому давайте смотреть. Домашняя работа, упражнение 63. Лиса и крошка, да, вот почерк какой, лиса и крошка, лиса и кролик. Итак, сказала лиса кролику, двоеточие есть, но вот кавычек нет. Мы с вами что должны вставить? Кавычки, то есть вот эти кавычки, они вставлены ребенком. Зачем ты, кролик, роешь узкие норы? Обращение кролик, мы его подчеркнули. Кролик отвечал, а здесь, наоборот, нет двоеточия. То есть ребенок, наоборот, вставил двоеточие. Кавычки открываются. Притом, смотрите, кавычки нормальные, здесь жуки, не знаю. Затем, чтобы ты, лисонька, это обращение, не пришла ко мне в гости. Немножечко залезли, это не страшно, абсолютно. Конечно, мы вот тут вот пометочку сделаем, но это абсолютно не критично, это абсолютно не страшно. Работа домашняя хорошая. Ну, конечно, с мамой-то делать, ну, как бы, да. У всегда, у всех домашняя работа не особо отличается какой-то такой, знаете, каким-то экспириенсом. Нет, нормально, нормально, нормально. Так, давайте посмотрим следующую работу. У нас тут двойки начинается, видите, кусочек. 4 октября классная работа, упражнение 53. Приплыла к нему рыбка, спросила. Запятой нет? Приплыла к нему рыбка, спросила. Всё. Давай переворачивать, и чтоб нам удобнее с тобой было. Таким вот образом, да? Проверять. Почему сплошные мятые тетради мне попадаются? Я не понимаю, у меня что по математике? Что по математике мятая какая-то тетрадка? Что по русскому? Какие они издают мне тетрадки? Господи, как же я, что ли, хмну? Так, что? Там ничто, там чего? Чего? Тебе надобно, 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 старче. Так, кавычки. Ну, разве ж это кавычки? Кавычки. Точка здесь уже не нужна. Упражнение 58. На другой день, запятая, утром рано, запятая, разбудим. Почему? Разбудил конёк Ивана. Ивана. Не хватает за корючки, а если не хватает за корючки, это значит, есть ошибка. Ивана двоеточие. Кавычки. Эй, хозяин, полно спать. Время. Какая-то вообще за корючка непонятная, да? Время службу исполнять. А где знак припинания, знака припинания. Нет, дорогие мои, когда нет знака припинания, тоже ошибка. Так или иначе, это ошибка. Делайте, что хотите. Упражнение 60. И чайник сказал утюгу. Утюгу двоеточие. Кавычки открываются. Я дальше идти не могу. Точка. Точка где? Автор двоеточие. Прямая. Кавычки. Кавычек нет. Точка. Ну, видите, у меня кавычки получились за точкой. Но на самом деле её нужно унести вот сюда. Просто вот тут надо было мне самой написать. Понимаем, да? Я уже всё вам объясняю. А то по всему придерётесь. Как бы тоже не хотелось бы, чтобы между нами какое-то недопонимание было. Дальше. И заплакали. И заплакали. Блюдца двоеточие. Кавычки открываются. Не. Лучше бы. Вернуться. Вер. Ну, что сделать? Вернуться. Вернуться. Знак вопроса. Вернуться. Мягкий знак. Получился как бы цифра 6. Знак вопроса. Кавычки. А. Двоеточие. Потому что прямая речь стоит за словами автора. Кавычки. П. Знак вопроса. Кавычки. Зачем ты точку ставишь? И. Зарыдало. Зарыдало. Корыто. Корыто. Что у них проблемы с этим корытом? Зарыдало. Корыто. Двоеточие. Кавычки. Увы. Запятая. Я разбито. Разбито. Это, я так понимаю, восклицательный знак и кавычки. Опять. Да? Опять куда-то у нас с вами все подевалось. Непонятно. Ну, понимаем, да? Примерно. Хорошо. Ну, конечно, ничего хорошего. Конечно, не особо. Но, а куда нам деться с подводной лодки? Жизнь у нас такая. Упражнение нужно выносить вот сюда. Опять это не критично. Но это экономия бумаги. Не более. Упражнение 61. Старик. Я уже вижу, нет закорючки. Вот у меня зрение садится не просто так. Старик сажал. Сажал. Яблонь. Точка. Ему сказали двоеточие. Зачем? Это я случайно черканула. Это не имеет абсолютно никакого значения. Черканула случайно. Зачем тебе эти яблони? Не дописывает. Ты посмотри, он не дописывает. Яблони. Вопрос. Долго ждать. С мягким знаком никогда не переносим. Никогда не переносим. Надо было сюда сразу писать. Долго ждать. С этих яблонь плода. Запятая. И ты не съешь. Это твёрдый знак. Не мягкий. Съешь. И ты не съешь. С них яблока. Точка. Кавычки. Старик сказал. Боже мой. Иисус Христос. Двоеточие. Кавычки открываются. Я не съем. Я не съем. Запятая. Ой, Матерь Божья, как много ошибок. Другие сидят. С едят. Кавычки. А, это запятая. Подожди, тогда это лишнее. Мне. Опять не дописано. Закарючка. Мне. Это что такое? Спасибо скажут. Точка. И кавычки. Ну, я вообще не понимаю, если честно, что вот это. Я не... Ну, простите. I don't understand немножко. Ой, а у нас уже оценка. Ничего себе, уместил на одной страничке. А что-то я как будто бы даже вообще даже не это не поняла. Ну, смотри. Сколько там? Одна. Две, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Девятнадцать только грамматика. Девятнадцать только грамматика. Понимаем, да, к чему я клоню. И, соответственно, ну, это другой оценки здесь быть не может. Пишите в комментариях, какую оценку поставили бы вы. Обязательно пишите. Я читаю каждый ваш комментарий. Но у нас без двойки вообще никуда. Да, как бы у нас, если работа без двоек, то это, значит, Влада Николаевна сломалась. О, боже, у нас что, работа без двоек, Влада Николаевна что, начала работать, а на что, начала учить детей, что шок-контент. Ребят, ну, из двадцати пяти сетради я в любом случае, мне кажется, хоть одну двойку да вытяну. Ну, вот видите, как попадает. Я же вот, что я с этим сделаю, что мне с этим сделать? Первая работа, вон, идеально, пять-пять. Здесь у нас два. Ну, что сделать? Вы как будто хорошо все учились. Дома, домашняя работа. Упражнение шестьдесят три. Лиса и кролик. Или кто он там? Кролик, кролик, крошка, крошка, я не понимаю. Кро-лик. Что такое? Сказала лиса кому? Я не понимаю. Кро-о, кро-о, это не о, это не о. Кролику, кролику. Зачем ты, кролик, роешь узкие норы? Кро-о, а вот это для кого? Да? Кролик отвечал. Затем, чтобы ты, затем, чтобы ты, обращение, лисонька, не пришла ко мне в гости. Хорошо. Ну, немного залезли, ну, ладно. В гости. Нужно было подчеркнуть обращение, кто кролик, кто лисонька. Одна ошибка, запятая, вот она, одна ошибка, вот она, запятая, вот оно не подчеркнуто, тройка. И за внешний вид, ну, слушайте, тут я прям поставлю четверку, молодец. Слушай, это лучше, чем в классной работе. Это прям лучше, чем в классной работе. Пишите, какую оценочку поставили бы вы. Давайте прям быстренько, быстренько посмотрим еще одну тетрадочку. Прям очень хочется, очень хочется посмотреть еще одну. Прям быстро, быстро, быстро. Четвертое октября, классная работа, упражнение 57. Приплыла к нему рыбка, спросила, чего тебе надо, бно старча. Опять заехали. На другой день, утром рано, почему рано? Утром рано, разбудил конек с маленькой буквы, конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время службу исполнять. И сказал чайник утюгу, и я дальше идти. Почему и я дальше идти не могу? И сказал чайник утюгу, я дальше идти. Почему и-то? Ну-ка. Ну, и сказал чайник утюгу, я дальше идти, но только идти не могу. Точка? Да, это правильно. А вы не видите или видели вы? Так. Ой. Я еще и стол себе разрисовала. Еще и стол себе разрисовала. А цветокор меняется? Нет? Все хорошо. И заплакали блюдца. И заплакали блюдца. Не лучше бы вернуться. Что сделать? Смотрю в книгу, вижу фигу. Не лучше ли вернуться? Так это вопросительный знак. Почему точка-то? Это вопросительный знак. И зарыдало корыто. Я сейчас начну биться головой об стол. Почему это корыто злосчастное? Это вот как слово облако. Вот как слово облако пишут. Облако. Корыто. Увы. Увы, запятая. Я разбита. Разбита. Опять немножко вылезли. Угу. 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 Ну, слушайте. Ладно. Поглядим. Посмотрим. Может быть, ну, как бы не все потеряно. Старик сажал яблони. Ему сказали, зачем тебе эти яблони? Долго. Ну. Долго ждать. С этих яблонь плоды. И ты не съешь с них яблочко. Старик сказал. Я не съем. Я не съем. Запятая там, да? Я не съем. Я не съем. Другие съедят. Мне спасибо скажут. Угу. 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 Один, два, три, четыре, пять, шесть. Тройка. Прям тройка с натяжкой. Тройка с натяжкой. Пишите, какую оценочку поставили бы вы. Это тройка с натяжкой. Можно было бы поставить двойку, но мне кажется, нет. Мне кажется, можно было бы... Вот натянули. Натянули. Прям вот самое натуральное натянули. Да? Тут прям баланс был на грани. Было на грани. Но ничего. Тройка. Нет, двойку не поставила бы. Тройка. Тройка. Хоть бы нигде, господи, не пропустить никакую ошибку. Домашняя работа. Домашняя работа. Упражнение 63. Здравствуйте. Лиса и кролик. Лиса и кролик. Сказала лиса кролику двоеточие. Зачем ты, кролик? Ну это... Ну... Зачем ты, кролик, роешь узкие норы? Кролик отвечал за тем, чтобы ты, лисонька, не пришла ко мне в гости. Угу. Угу. Четверка. Четверка. За это тоже четверка. В общем, вот такие вот работы у нас с вами сегодня получились. Неплохо? Неплохо. Кому понравилось, обязательно прожимайте лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. В общем, подписывайтесь на телеграм-канал по ссылочке в описании. И пишите в комментариях, какую оценку поставили бы вы. Сегодня прям работа хорошая, разнообразная. И не говорите мне, что у нас только двойки. Я не позволю обижать своих детей. В общем, хорошего вам настроения, хороших вам оценок. И увидимся, как увидимся. Всем пока-пока. Я вас потрясу по традиции.